Завтра я планирую посетить пещеру Алешина Бага. Эта пещера занимает первое место в Крыму по серии сифонов. То есть, если бы была книга рекордов Гиннеса по пещерам Крыма, то данная пещера занимала бы первое место, поскольку серия сифонов довольно-таки большая, и самая большая из них 100 метров. Естественно, такие пещеры посещаются с подручными средствами, как то акваланг. Поэтому мы попытаемся пройти только приходовую часть, насколько это будет возможно. Категория трудностей посещения данной пещеры 3Б. Мы пройдем до первого сифона. И дальше продвижение закончится. Но я просто это... К чему предисловие такое? Я смотрел... В общем, планировал пойти на Басман. Никакой информации. Пишут много, но пишут те, кто там не был. То же самое... Много писак, написали много сайтов по Алешиной воде. Одни пишут, что это был ученик Симферопольской школы, первооткрыватель Алексей, в честь которого названа пещера. Другие пишут, что это был безрукий учитель. Короче, в общем, писак много, информации много. Что там на самом деле? Мы завтра пойдем и посмотрим. На первооткрывателю честь и слава. Ну, а нам завтра ярких впечатлений и интересного путешествия. Оставайтесь на канале. Думаю, завтра будет много интересного. Вот солнышко потихоньку встает. Двигаемся вперед. Ну, и вот так вот начинается утро. Решили выяснить, что за часовня. Виднеется вдали. Подошли ближе. И вот перед нами Чатердаг во всей красе. Это вот ведьмина метла называется. И вот уже подходим к деревне Краснопещерная. Вот такие вот пастбища, такие просторы. Красотища. Дошли до парка викингов. Ладья. Раннее утро. Людей еще нету здесь. Это родник. Бери бутылку. Родник у геологов. Это мы дошли уже до реки Кизил-Кабинка. Культур огромная. Множество. Какие хочешь. Такая русалка лежит на берегу реки. Если на пути вам встретится мингир, сильно не расслабляйтесь. Не думайте, что вы сделали открытие. Это искусственные мингиры. Никакой древности в этом нет. Проходим по территории урочища Кизил-Каба. Нам нужно двигаться вверх. И вот мы свернули на правый приток. Двигаемся вверх по реке. Уже воды мало, но есть. Вот таки не соврали. Здесь есть купель. Купель Алешина вода. Значит, где-то выше недалеко источник. Вот так вот выглядит купель. Ручей пересохший. О, сейчас еще с ног собьет. Не встает же. Вероятности, здесь должны быть каскады. Когда дуичей полноводный. Сейчас все пересохши. Это я вспомнил, что здесь расположены поляны, на которых живут ребята, которые занимаются восточными единоборствами. То есть по всему периметру этих полян развешаны. Вот такие вот груши, макевари. Довольно-таки серьезные. Свежий воздух. Вот такие вот штуковины. Классно. Рядом ручей можно ополоснуться после занятий. Здесь же на поляне растет красивезный крупный-крупный кизилл. Он уже спелый, сладкий. Обалденный просто. Пожить хотя бы недельку бьет, а то вместе. Ну так, супер. Обалденный. Хорошо. 19 20 21 21 22 Ну и так, 7 подходов. Короче, супер. И вот чем выше, тем круче. Здесь, когда разлив, по всей вероятности, каскады хорошие. Каскады водопада. Вверх пошли вот такие вот перекаты. Купель шикарная. И вот я нашел тот крест, который когда-то видел на фотографии. Когда-то я видел на фотографии этот крест. Девушка купалась в источнике. И на скале вырезан крест. Я думал, это на кизилл кабинке. Я искал, но не нашел. Он находится здесь. Теперь шикарная, конечно. Пещера, но нет. Это нагромождение камней. Пока. Ну и вот, судя по чистоте воды, уже понятно, что где-то рядом родник. Вода чистейшая. Так. И мы пришли. Неа. Наверное, нет. Не похоже. Неа. Не похоже. Оп. 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 Ух ты. Но не то. Это это не вход в пещеру. Нет. Это не вход в пещеру. Было бы слишком просто. Но вот, кажется, это уже больше похоже на правду. Чем выше поднимаемся. Дальше наклон все круче и круче. Я уже вижу пещеру. Не знаючи. Конечно, сложно догадаться. Но знаючи. А я знаю. Она прямо передо мной. Итак. Из нижней вот вытекает. Вытекает ручей. Сейчас мы посмотрим ближе. А верхняя дыра, это и есть пещера Алешина вода. Получается, мы уперлись в сам массив. Под массивом прямо. Прямо под скалами находится эта пещера. Здесь есть еще какая-то пещера. Но это не важно. И вот так вот скальный массив тянется дальше. И вот здесь поляна, на которой можно перекусить. Красивые скалы красного цвета. Так выглядит вход, где выходит ручей. И прямо над ним и находится эта пещера. Пытаемся проникнуть. Ух, вода какая чистая, чистая. Пытаемся проникнуть вглубь. Из этой пещеры вытекает вода. Ох, какая чистящая. Ёлки-палки. Из этой пещеры вытекает вода. Ух ты! Ух ты! Здесь озерцо. Жаль, конечно, света мало. Но она сворачивает дальше. То есть туда можно за угол еще пройти. Здесь вполне себе проходимая пещера. Довольно-таки большая. Так, ну. Мы посмотрим непосредственно пещеру Алешина вода. Опа! Вот так это все дело выглядит. И вот с этого нижнего входа есть вход в свою пещеру. Ну, теперь все прояснилось. Значит, как это происходит? Вода вытекает из верхней галереи, делает лабиринт и вытекает здесь, в нижнюю, откуда я вылазил. смысл такой, что если бы я полез туда по лабиринту, я бы вышел в том зале просто-напросто. Ручей протекает по дну всей пещеры. Три входовая часть намного больше, чем я ожидал. Длина пещеры 620 метров над уровнем моря. Вход на высоте 580 метров над уровнем моря. пещера занимает первое место в Крыму по засифоненным пещерам. То есть самый длинный сифон здесь 100 метров и самое большое количество сифонов по пещерам Крыма. Насколько возможно будет продвинуться мы сейчас пройдем. Насколько это будет возможно покажем. Оставайтесь на канале, путешествуем вместе. Думаю, будет много интересного. значит смотрим ух ты здесь прямо по дну течет река и вот если бы я залез туда то вылез бы отсюда. В одну течет река зачем эта проволока непонятно. Ну в общем вход в пещеру идет в правую сторону видим вот такие вот в приходовой части стеллокита стеллогмитов здесь судя по рассказам по описанию нет вот такое вот начинается поворот влево вот здесь вот и начинается вход в саму пещеру. вот как как и обещали неудобно но не на четвереньках здесь в принципе в приседку если у вас не больные ноги то вполне себе в приседку можно передвигаться вот эта веревка для тех кто нитка вот идет вдоль для тех кто заблудился и остался без света но для того чтобы не остаться без света вот еще раз покажу выход чтобы не остаться без света всегда нужно иметь запасной фонарь вот так вот о а вот ух ты аж стрёмно стало я пока навел он улетел вот он первый Бэтмен на нашем пути так как-то так вот Бэтмен ушился это пещера южского периода если быть точным так дальше двигаемся что-то как-то темно как-то темно вот так первое озеро на пути первое озеро на пути там какие-то сталактиты не сталактиты не видно ладно двигаемся о крокодил какой у нас вправо идет подземная река подземная река подземная река скользко 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 под ногами земля вот она интрига раскрывается я не один разговаривал я не с собой и не с собакой вот здесь все скользко все грязно короче это что-то это что-то река подземная река остается ух ты вот это я бабахну остается позади проходим они по-моему это все озеро там тут это озеро только с этой стороны сюда вход и непосредственно вот такие вот натеки небольшие сталактиты небольшие сталактиты и натечное образование вот так вот вот это вот это вот это вот и есть первый сифон дальше идет подземное озеро глубина видно наверное больше метра и пошел первый сифон то есть на этом приходовая часть пещеры заканчивается и дальнейшее продвижение нереально вот так вот как-то так вот так вот один умный человек спросил говорит этот сифон там что-то метра три то есть пронырнешь туда сейчас что ты будешь делать там в кромешной тьме на той стороне подумал об этом или нет опа что это так 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 это не есть хорошо ты смотри ты смотри не включается это совсем не есть хорошо где же тут это под стеной должен быть шнур где-то где-то ага а тут вообще айя ух да вообще ничего не видно что вот так вот продвигаемся в темноте в полной темноте но бывает и так что гаснет фонарь гаснет фонарь и в кромешной тьме остаться остаться один на один с темнотой это так еще ряда дальше это конечно не лучший вариант опа что это такое там будет все веселее чем залазить залазить легче ну вот и подземная фауна кроме летучих мышей здесь живут еще целое стадо комаров нырнула да ну как вот здесь такой спуск что не нырнуть рядом сложно сейчас будем пытаться спуститься как водичка я бы попалась плачет да он думает бросили его нет а мы думаем что мы заблудились может и так залет это не просто как то так находимся внутри пещеры вот такой вид ну не знаю насчет тридцати метров ну несколько десятков метров можно реально можно пройти до первого подземного озера дальше путь путь закрыт без аквалангов дальше делать нечего но горизонтальная часть вполне достаточно для тех кто никогда не был под землей интересный маршрут добраться очень легко так и двигаемся дальше это вот так вот маленький момент хочу поделиться как под землей легко запутаться вот смотрю здесь озеро еще круче чем там вот мы посмотрели там обалденный такой сифон пошел видно что вход под скалу река пошла но это тоже самое озеро вот даже палку я не знаю камера покажет не покажет палка там лежит кто-то кто-то мерил видимо глубину так не видно человеку вода прозрачная обалдеть вот это та же самая река точно та же только мы ее обошли по другому входу вот мы прошли по вот этому входу и свернули направо вход смотрели на это озеро с той стороны а здесь она по трещине выходит сюда вода прозрачная прозрачная какие-то где они есть вот он плавает какие-то красавцы короче монеты древнеримские лежат смотри классно обалденно вот такое озеро это это начало озера подземного то есть подземной реки начинается с озерца напротив тысячи бесединок светится камера наверно не передаст но для вас конечно это реально чудеса такая красотища здесь под землей вода прозрачная прозрачная чистая чистая вкусная привкусная так ну а там дальше думал рыба с а в гору даже на не видно так ступишь по пояс и не поймешь что произошло так река туда пошла туда пошла туда пошла здесь можно в принципе какой-то промежуток можно с ней полный рост конечно идти и у полный рост а здесь даже такая вот высота конечно красоты драпировок там ставок это чтобы дмитров нет она сам факт подземелья завораживать как-то так остается позади река как-то так прошло прошло путешествие мир подземелья царство каида ну половину пути я скажу здесь можно пройти в полный рост абсолютно нормально можно пройти то что рассказывали что здесь нужно на карачках лазить карабкаться соответствует правде я не знаю может конечно если человек 2 метра ростом то соответственно ему будет сложнее для меня это не составило сложности пройти по дальше идет коридор чуть ниже но тем не менее вполне все проходим но проходимо только до 1 сифона дальше без аквалангов делать ничего дальше уже на спелеолога подводника а не на любителя оставайтесь на канале будет много интересного путешествия такие вот натеки то есть чтобы видеть здесь что-то супер красивое для этого сюда лезть не стоит если кто-то хочет огромные стрелактиты красивые стрелактиты 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 нету здесь ничего такого есть тайна подземелья мир в котором бывают не все которые могут попасть только увлеченные просто так если даже задаться вопросом и спросить многие были были в диких пещерах ответ очевиден это что там делать отчасти или отчасти это так но на вкус и цвет друзей нет туфовые натеки как будто молоком потолок облит супер здесь абсолютно не холодно кстати абсолютно не холодно еще один вас отход вправо пошел, но туда пролезть нереально он узкий. Забираем чандалы и потихоньку, потихоньку здесь вот нужно передвигаться. Апа! Небольшой участок, который кстати вот так вот выглядит. Вход из пещеры, то есть все это буквально несколько десятков метров. Такой последний рывок. Здесь вот низковата, скажем прямо, но без труда. Вот так вот заканчивается путешествие царства Лида. Здесь уже выход из пещеры. Подо мной река журчит, а там свет божий. Вот так вот и выглядит пещера Галюшина. Вода, приходовая часть. Здесь вот следы от кострища неандертальцев. Вот так вот подо мной протекает река. Кажется, она уходит куда-то вглубь массива, но выходит здесь же чуть-чуть ниже входа пещеры. Божища, он ждал нас, он нас ждал. Он мои шорты стерег. Огромный привет Сергею Макаренко. Есть хорошее правило. Никогда, идя под землю, не искупись на свет. То есть может сдохнуть телефон, может закончиться, разрядиться батарея в фонаре. То есть должны быть запасные варианты. Это подарок Сергея Макаренко. Это очень хороший вариант, когда можно свет достать с помощью динамо-машины. То есть не нужны ни батареи, ничего. Светит. Короче, можно выйти. Хоть сегодня я ими не воспользовался, но спасибо за подарок и самое доброе пожелание из пещеры Алешина вода. Вот сидим под скалой и периодически на голову начинают падать камни. То есть это нельзя назвать камни пада в прямом смысле слова. Но мелкие камушки летят и летят на голову. А так может прилететь и скалы кусок. Поэтому нужно спрятаться под навес скалы. И вот кому интересно будет, рядом возле Алешиной воды есть еще пещера. То есть буквально 5 метров в сторону из пещеры. Она придет дальше. Что там внутри, не знаю. Кому интересно, тот может самостоятельно это все дело разведать. Вот пройдя немного выше по этой скале, натыкаемся на такую вот трещину, которая идет опять-таки до края скалы. Вот так вот прощальный взгляд на эту пещеру.